МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй соревновательный день для Кости и Ангелины был довольно напряженным. Ангелина поняла, что Костя серьезный соперник и борьба легкой не будет. Бирует движение. Знаешь ответ на этот вопрос? Не помнишь? Я помню. Сейчас, может быть, Ангелиночка вспомнит? Костя. Я гровщик. По итогам двух игр по-прежнему лидирует Костя. Но самое интересное впереди. Ребята, в стране безопасности есть свои правила. Вчера вы уже столкнулись с ними. И знаете, что для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Сегодня вы готовы приступить к ним? Да. Пора начинать первый конкурс. Темой его, как и вчера, будут правила дорожного движения. Итак, я задаю вам вопрос, а вы ответ ищите каждый на своей доске. На скорость приносите мне. За каждый правильный ответ одна фишка. А кто сделает это быстрее, получит дополнительно еще одну фишку. Первый вопрос в форме загадки. Слушаем внимательно загадку. Раньше счета и письма, рисования, чтения. Всем ребятам нужно знать азбуку движения. Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Различать, учить их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только... Побежали. Пешеходные дорожки – это только что у нас? Что это? Э-э-э, тротуар. Правильно, тротуар. Ребята, вы одновременно справились, принесли правильный ответ на мою загадку, поэтому вы получаете по фишечке. Молодцы. Поскольку вы одновременно, за скорость никому не дам на этот раз. Все водителю расскажет, скорость верную укажет, у дороги, как маяк, добрый друг, добрый друг, все водителю расскажет, скорость верную укажет, ребятушки. Вы внимательно слушали мою загадку, давайте еще раз послушаем. Все водителю расскажет, скорость верную укажет, у дороги, как маяк, добрый друг, ребята. Каким образом регулировщик, которого вы мне принесли, может указать скорость водителю? Все водителю расскажет, скорость верную укажет, у дороги, как маяк, добрый друг, дорожный знак, ребята. Здесь ответ был в этой загадке, дорожный знак. Ошиблись? Ну ничего страшного, зато у нас еще есть в запасе загадки. Слушаем следующую загадку. Дослушиваем до конца, а потом уже бежим за ответом. Поезд быстро-быстро мчится, чтоб несчастью не случится. Закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Костя, садись со своей отгадкой. Ангелиночка, что ты нам принесла? Что это? Что закрывает переезд? Запрещает машинам въезд. Знала ответ, но не знаешь, как называется? Костя, ты знаешь, что это? Шиновъезд. Шиновъезд. Нет. Ребята, это шлагбаум. 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 Ангелиночка, ну ты принесла правильный ответ, просто не вспомнила, поэтому фишку ты заработала. Держи. Клади свой рисуночек сюда, Костя. И слушаем последнюю загадку. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему... Регулировщик он там. Правильно. Костя получает фишку. Ребята, вам не пришлось сбежать, потому что вы в первый раз мне уже принесли эту отгадку. Но зато Костя ответил правильно. Два-два. Два-два. Молодцы, здорово. Ничья. Это очень хорошо. Кладите в коробочке свои фишечки и возвращайтесь. Два-два. Ребята, мне кажется, вы о правилах дорожного движения стали знать уже намного больше. Отгадываете моментально практически на загадке. Ну а сейчас время встретиться с нашей доброй знакомой, тетей Катей. Ребята, здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Сегодня уже наша третья встреча. И говорить мы сегодня будем вот о чем. Вы уже знаете, как должен себя вести пешеход в городе. Но что если вы, например, гостите у бабушки и у дедушки в деревне, где ездит транспорт, но его не так много? Помните, мало транспорта – не повод вести себя беспечно. В маленьких городках вы можете не встретить тротуары или пешеходные дорожки. Вы спросите, так как же тогда нам двигаться? Ребята, при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки можно двигаться по обочине дороги, не выходя на проезжую часть дороги. И обязательно только навстречу движущемуся транспорту. Это понятно? Да. Если поблизости нет никаких пешеходных переходов, где можно безопасно пересечь дорогу, надо переходить только там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. В темное время суток обязательно обозначьте себя фликерами. Их можно прикрепить к одежде или к портфелю. А теперь поднимите руки тем, кто знает, что это такое и у кого они есть. Кто знает, что такое фликер и у кого есть фликер? А где ты его носишь? У меня есть фликер на обуви. Ой, здорово. Молодец. Очень хорошо. Костя, а у тебя фликер есть? Я ночью никогда никуда не хожу. И я его давно уже бабушке подарила. Вот так. Я не пользуюсь. Ну, ты знаешь, что все-таки ты, мне кажется, зря бабушке. Бабушке подарила это хорошо, но надо тебе приобрести еще и тебе. Потому что вечером, мало ли, будешь возвращаться домой с родителями. В школу. Да. Я на машине ехал. В общем, Костенька, все равно фликер должен быть. Поэтому Ангелиночка за то, что имеет фликер, тетя Катя сказала дать фишечку, получай. Ребята, мне пора прощаться. Завтра финал, и мне надо подготовиться. А вам я желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Спасибо. Спасибо. Ребята, ну вот и подходит к концу наш третий конкурсный день. Впереди у нас осталось одно испытание, очень интересное и решающее на сегодня, когда у вас есть последняя возможность заработать фишки. Ребята, и уже завтра у нас с вами финал. Так что давайте серьезно подойдем к нашему теперешнему испытанию, которое еще сегодня у нас есть. Я буду вам задавать вопрос. Вы будете отвечать, и за каждый правильный ответ вы получите две фишки. Будьте внимательны. Того, кто будет отвечать первым, мы определим методом жеребьевки. Договорились? Так, выбираем. Быстро. Ну, смелее. Костя начнет. Как мужчина. Первый. Почему нельзя ходить пешеходом по проезжей части улицы? Костя, почему? Потому что машина может поехать прямо на человека. Конечно, Костенька, ни в коем случае нельзя ходить по проезжей части. Особенно в тех ее частях, где есть металлические ограждения. Потому что даже если ты увидишь, что едет машина, и захочешь убежать на тротуар, у тебя не будет возможности. Будет преграда стоять. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить. Молодец. Две фишки твои. Держи. Пусть остаются пока на столе, потом мы положим в коробочку. Ангелин, второй вопрос тебе. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? По пешеходному переходу. Конечно, по пешеходному переходу. Молодец. Тоже получаешь две фишки. Держи. Так, следующий вопрос, третий вопрос, Костя, для тебя. Слушай внимательно. Какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора и милиционера-регулировщика? Нужно подождать, пока машины проедут и посмотреть по сторонам. Правильно ты все, Костенька, сказал. Прежде чем переходить улицу, нужно сначала посмотреть налево, если есть машины, пропустить их. Потом направо тоже пропустить. И проходить дорогу нужно прямо. Молодец. Ну, две фишки твои. Держи. И последний вопрос, Ангелина, тебе трясуется. Можно ли перебегать улицу? Нет. Правильно, нельзя. Почему, как ты думаешь? Потому что машина может... Человек может попасть под колеса и умереть, если побежишь. Правильно, конечно. Она может быстро выходить и сбить. Внезапное появление очень опасно, потому что водитель, даже если он захочет остановиться, он не сможет быстро среагировать. Он не сможет, потому что быстро. Правильно, Ангелиночка, умничка. Две фишечки твои. Ну что, ребятки, последнее испытание на сегодня. Ребят, ну что, давайте считать фишки, сколько заработали. Заработали. Семь, два, три, пять, шесть. Семь, ты же так посчитала быстро. Молодец. А ну-ка внимательно посчитай, Костя. Семь, пять, шесть, семь. Тоже семь? Да. О, какие молодцы! Вы сегодня отработали на равных. Победила дружба сегодня. С чем я вас и поздравляю. Ребята, вы большие молодцы и очень хорошие соперники. Но завтра у нас с вами, ребята, очень ответственный день. Финал. Это время, когда определится победитель. Когда вы получите подарки. Поэтому я желаю вам сегодня поднабраться сил. И завтра встречаемся снова в нашей стране безопасности. Договорились? До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова